Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Вопрос 3953. Том 28. Привыкли все, и даже архиереи, ссылаться на решения соборов, и притом не вселенских, а сегодняшних. А потом вдруг читаешь, что они ошиблись, исправляют то, як они бывшие. Как простецам узнать, что наши вожди ошиблись? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Узнать можно только имея прямую связь с Господом Богом. А это возможно только рожденному свыше и имеющему видение разумения Священного Писания по толкованию Святых Отцов Церкви Христовой. Он может мгновенно определить, что решение сие от Бога или дух лжи вошел в уста всех архиереев. Открытое письмо протоиерея Виктора Потапова, бывшему первоиерарху Русской Православной Церкви за границей, митрополиту Виталию Устинову. От редакции. Восстановление евхаристического общения между Русской Православной Церковью и Русской Православной Церковью за границей остается в центре внимания русского общества. Уверены, что историки и очевидцы событий еще будут обращаться к этой теме, выясняя все подробности процесса воссоединения Русской Церкви. Путь к единству был долгим и непростым. Сегодня мы публикуем документ, сыгравший важную роль в день воссоединения Церкви. Это открытое письмо протоиерея Виктора Потапова, бывшему первоиерарху Русской Православной Церкви за границей, митрополиту Виталию Устинову, 2006 год, по поводу его послания от 1998 года. Цитата «Русская Православная Зарубежная Церковь. Ее современное значение». Текст этого документа получен нами от самого автора, протоиерея Виктора Потапова. Его Высокопреосвященству, митрополиту Виталию, первоиерарху Русской Православной Церкви за границей, копии, преосвященным архипастырям и священнослужителям Русской Зарубежной Церкви и всем, кому дороги судьбы Российской Церкви. «Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Владыка, Христос Воскресе, благословите! Несколько недель назад я получил Ваше пасхальное послание и вкупе с ним послание «Русская Православная Зарубежная Церковь. Ее современное значение». Прежде всего, я считаю своим долгом поблагодарить Вас за то, что Вы, наш архипастырь, заставили нас всех задуматься над важнейшей проблемой православия в XX веке – о Церкви. «Наш камень веры, Никео, цареградский символ, гласит, что веруем во Святую Троицу и в Церковь. Не будет преувеличением сказать, что все ереси нашего тысячелетия порождались ошибочным учением о Церкви. Все, без исключения уклонения от православия, в XX веке уходили своими корнями в ошибочные учения о Церкви. Благодарю Вас за то, что Вы обратились с этим посланием ко всем чадам нашей Церкви и, следовательно, ко мне, приглашая нас всех не только поразмыслить над этой важной проблемой, преодолеть пагубный соблазн духовного безразличия к истине, и не молчать, но исповедовать свою веру, ибо молчанием предается Бог, а также и Его Святая Церковь. По Вашим словам, написать это послание Вас побудили. Некое духовное безразличие к истине и уже глубокое непонимание исключительного, уникального значения нашей Церкви в мире Вселенского Православия и всего инославного западного христианства. Я один из тех, кому не безразличны судьбы, дорогой нашему сердцу, русской зарубежной Церкви, тем более, что нам заповедано испытывать духи 1 Иоанна 4.1, поэтому я почтительнейше осмеливаюсь предложить вниманию Вашего Высокопреосвященства свой посильный отзыв на Ваше послание. Считаю своим долгом с самого начала подчеркнуть, что в этом отзыве я просто постарался вспомнить, чему нас учили в Свято-Троицкой духовной семинарии. Просто сделал выписки из постановлений наших соборов и посланий наших первоиерархов и некоторых других святителей. Я твердо убежден, что постановления соборов являются тем незыблемым основанием, на котором созидается Церковь. Но и это утверждение вряд ли кто-нибудь назовет новым или оригинальным. Общеизвестно, что меньший собор не имеет право исправлять или отменять какие-либо определения собора большего. Тем более не может отменить или исправить постановление собора один клирик или епископ, какое бы место в церкви он ни занимал. Это хорошо выразил блаженнейший митрополит Анастасий Грибановский, когда в 1936 году принял белый клобук первоиерарха русской зарубежной церкви. Цитата. И никто из нас не делал ничего без его согласия, воплощая таким образом в жизнь апостольское правило. Сборник избранных сочинений высокопреосвященнейшего митрополита Анастасия Джандарвиль, 1948 год, страница 28. Весь мой посильный отзыв это просто ряд документов. Я не возражаю, если вы пропустите все мои краткие комментарии к выпискам из документов и прочете только документы, а выводы сделаете сами. Я, конечно, понимаю, ваше высокопреосвященство, что ваше послание неофициальное, пастырское послание первоиерарха. Оно не напечатано на бланке и вами не подписано. Это именно ваше частное мнение, приглашение к размышлению, не более того. Оно не может быть окружным посланием главы русской зарубежной церкви, ибо оно противоречит высказываниям всех ваших предшественников и всех соборов нашей церкви об ее отношении к православию в России. Это вызывает глубочайшую тревогу, так как первоиерарх находится в полной зависимости от архиерейского собора и ему подчиняется. Для того, чтобы некое новое учение о церкви приобрело обязательную силу, оно должно быть рассмотрено и утверждено собором архиереев, который при этом обязан упразднить все предыдущие соборные определения о церкви. В своем послании вы пишете, цитата, Владыка святый. Что это за новое таинственное образование заграничная святая Русь, выразителем которой вы выступаете? И какое место в нем занимает наша зарубежная церковь? К сожалению, вы не уточняете, против чего же были направлены эти, цитата, бесконечные протесты. Их многочисленность не доказывает ничего. Например, в начале 20 века еще более многочисленные протесты сыпались в Синод по поводу отлучения от церкви графа Льва Толстого. Но прав-то был Синод, а не протестующий. Истина в церкви устанавливается не числом поданных на нее голосов, а неизменной верностью священному писанию и священному преданию. Одним из главных источников формирования предания являются решения соборов. Именно они хранят нас от, цитата, уклонения в бездорожье. Очень опасно думать, что когда-нибудь могла существовать на земле какая-то поместная церковь или какая-то часть поместной церкви, которая, цитата, во все годы своего существования неизменно шла прямым божьим царским путем, никогда не уклоняясь ни в какое бездорожье. История таких церквей не знает. Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Российская, Грузинская церкви неоднократно допускали ошибки, уклонялись от царского пути, но потом исправляли их. Важно только не впадать в гордыню и высокоумие, уметь смириться и покаяться. Не только отдельные члены нашей церкви, священники и епископы делали ошибки за эти 80 лет, но всем известны случаи, когда даже и Синод, и Собор принимал неправильные решения и их вовремя исправляли. Сила Соборной церкви в том, что ее чадо могут осознать и исправить ошибки. Основная слабость, основной недостаток московской патриархии состоит именно в том, что она не желает осознать свои ошибки, упорствует в них, не кается. В этом думается суть нынешнего сергианства. В начале вашего послания значится, цитата, «Наша церковь никогда не была, не есть и никогда не будет, сколько бы лет Господь не судил бы ей пребывать в этом заграничном существовании, юрисдикцией, но истинной Христовой церковью со всеми данными этого великого имени». С этим, конечно, нельзя не согласиться. Для православного христианина юрисдикции вообще не существует. Можно только быть в единой, святой, соборной и апостольской церкви или вне ее. Третьего не дано. Во временном положении нашей церкви, утвержденном на архиерейском соборе 9 по новому стилю 28 и 11 по новому стилю 24 сентября 1936 года, зафиксировано, цитата, «Русская православная церковь за границей, состоящая из находящихся за пределами России епархий, духовных миссий и церквей, есть неразрывная часть российской православной церкви, временно существующая на автономных началах». Церковные законы, касающиеся русской православной церкви за границей, Джон Дарвиль, 1947 год, страница 5, полностью соответствуют этому определению мысли о природе нашей церкви святителя Иоанна Максимовича в его хрестоматийной краткой истории РПЦЗ, цитата, «Русская зарубежная церковь» есть часть русской церкви, находящаяся вне границ российского государства и в настоящее время возглавляемая первоиерархом и архиерейским синодом и избранным собором епископов русского зарубежья. Русская зарубежная церковь духовно не отделяется от страждущей матери, она возносит за нее молитвы, хранит ее духовные и вещественные богатства и в свое время соединяется с нею, когда исчезнут причины, разъединившие их. Иоанн Максимович и русская зарубежная церковь Джорданвиль, 1996 год, страница 22-36. «К сожалению, некоторые мысли вашего послания противоречат и временному положению, и краткой истории святителя Ивана. Наибольшее смущение вызывает следующее утверждение», цитата, «По всемирной интернациональной сети интернет, мы слышим сообщение, что русская православная зарубежная церковь и московская патриархия – сути две части одной церкви, что никто иной, как московская патриархия, является матерью церковью всей православной России». «Считаю своим долгом ответить на это грубое заблуждение, граничащее с ересью». Конец цитаты. «Насколько мне известно, ни владыка Иоанн Максимович, ни другой видный святитель нашей церкви, архиепископ Виталий Максименко, не пользовались всемирной сетью интернет, но именно из их уст мы многократно слышали, цитата, «это грубое заблуждение, граничащее с ересью». Необходимо подчеркнуть, что они всегда осознавали, что возглавители московской патриархии расставлены по кафедрам и должностям безбожной большевистской властью, что родная нам российская православная церковь порабощена. Они оставались свободными от нынешней администрации московской патриархии, но никогда не мыслили себя и всех нас, всю русскую православную зарубежную церковь, оторванной от тела российской церкви. Так, в различных выступлениях, проповедях и статьях, опубликованных в книге «Мотивы моей жизни» в Жандарвиль, 1955 год, архиепископ Виталий пишет, цитата, «К великому нашему горю родная нам российская православная церковь ныне порабощена безбожной коммунистической властью, а временные возглавители этой церкви, патриарх Алексий, служат этой власти не за страх, а за совесть, как и сами о том похваляются пред всем светом». Страница 35. Цитата. «В наши дни попустил Господь на нее, церковь протеереев Виктор Потапов, великое испытание, храмы разрушены, святыни поруганы, ревностные пастыри и верующие замучены или сосланы на тяжкие работы. Подобраны в руководители церкви епископы лояльные, и большевистская безбожная власть обратила их в послушное орудие своей пропаганды. «Сама же русская церковь в СССР как была, так и теперь есть гонимая подъеремная». Страница 41. Цитата. «Оставаясь свободным от нынешней администрации Московской патриархии, но не отрываясь от тела российской церкви, сострадать подъеремной Матери Церкви и ее многострадальному народу и хранить во всей целости и строгости святую православную веру отцов и весь церковный строй, находясь в объединении и подчинении русскому заграничному собору и синоду». Страница 43. Цитата. «Не отрываться от основного массива, тела, корня Матери Церкви. В глубинах этого массива, ныне только придушенного огромной тяжестью большевизма, хранятся и теперь духовные сокровища тысячелетнего ее подвига». Страница 45. «С прежней твердостью исповедуем наше единство с Матерью Церковью Русской, ныне порабощенной, нашу верность ее историческому тысячелетнему пути и шлем ей наши сердечные молитвенные пожелания. Скорее освободиться от богоборческой неволи, бескомпромиссно осуждаем сотрудничество современных возглавителей ее в СССР с безбожной коммунистической властью. А равно так же осуждаем и всякие самочинные автономии, сепаратизмы и разделения и индепендентства. Сущность нашей Церкви не разделение и властвование, а хранение божественной истины в единстве». Страница 71. Можно было бы привести еще много подобных отрывков из выступлений блаженной памяти архиепископа Виталия Максименко, но и этих достаточно, чтобы понять, что, будучи в полном согласии с документами всех наших соборов, как владыка Виталий Максименко, так и владыка Иоанн Максимович считали и называли московскую патриархию и нашу Церковь неотъемлемыми частями Русской Церкви. В 1933 году основатель нашей Церкви блаженнейший митрополит Антоний Храповицкий в письме митрополиту Сергию Строгородскому напомнил ему о постановлении собора Заграничной Церкви от 1927 года, согласно которому 1. Заграничная часть Всероссийской Церкви должна прекратить административные сношения с московской церковной властью ввиду невозможности нормальных сношений с нею и ввиду порабощения ее безбожной советской властью. 2. Чтобы оснащить освободить нашу иерархию от ответственности за непризнание советской власти заграничной частью нашей Церкви впредь до восстановления нормальных сношений с Россией и до освобождения нашей Церкви от гонений безбожной советской власти заграничная часть нашей Церкви должна управляться сама согласно священным каноном определением Священного Собора Всероссийской Поместной Православной Церкви 1917-1918 годов и постановлением Святого Патриарха Тихона Священного Синода и Высшего Совета от 7-го по новому стилю 20-го ноября 1920-го года и 3-е заграничная часть Русской Церкви почитает себя неразрывною духовно единою ветвью Великой Русской Церкви она не отделяет себя от своей Матери Церкви и не считает себя автокефальною приемник митрополита Антония блаженнейший митрополит Анастасий Грибановский отвечая на известное обращение патриарха Алексия Симанского к архипастерям и к Лиру так называемой Карловатской ориентации 1945-й год пишет цитата Будучи готовы всегда дать ответ вопрошающим нас о нашем уповании и ревнуя о цитата добром не только пред Господом но и пред людьми 2 Коринфянам 8.21 Мы считаем своим долгом прежде всего заявить что как епископы так и клирики и миряне подчиняющиеся юрисдикции заграничного архиерейского собора и синода никогда не считали и не считаем себя находящимися вне ограды православной русской церкви ибо никогда не разрывали канонического молитвенного и духовного единения со своей матерью церковью представители зарубежной церкви вынуждены были прервать общение только с высшую церковную властью в России а преснопамятный предшественник ваш митрополит Филарет Вознесенский писал цитата кроме находящихся в Советском Союзе истинно православной церкви и московской патриархии не имеющих ни молитвенного ни бытового общения между собой существует еще третья часть русской церкви свободное от гонений и преследования безбожников русская православная церковь за границей конец цитаты учитывая мнение столь авторитетных святителей приходится недоумевать как ваше высокопреосвященство отказывайтесь считать московскую патриархию частью русской церкви в семинарии нам внушали что зарубежная церковь свободная часть русской церкви а патриаршая несвободная часть той же церкви была еще и третья часть катакомбная нас учили приблизительно по такой схеме цитата по мнению зарубежной церкви прекращение отношений между обеими церквами отнюдь не привело к разрыву между ними зарубежная церковь и дальше придерживается единства русской церкви считая себя неотъемлемой частью русской все церкви состоящей из патриаршей церкви зарубежной церкви и катакомбной о том какая часть русская церкви вступила на канонически правильный путь храня традиции и наследие старой русской церкви по мнению зарубежная церкви может вынести решение только свободно избранный всероссийский собор русской церкви в таком соборе должны были бы принимать участие представители патриаршей церкви зарубежной церкви и катакомбной любая попытка отказать московской патриархии в праве именоваться частью русской церкви идет в полный разрез с официальными посланиями архиерейских соборов нашей церкви под которыми ваша подпись как первоиерарха стоит первой вот например что говорится в послании архиерейского собора 1991 года цитата раскол можно преодолеть только смиренной молитвой покаянием и братской любовью ко всем падшим в тяжелое время гонений и заблудшим в настоящее время возрождение веры должно начаться с духовного обновления нас самих с покаяния и с очищения нас от греховной нечистоты и самооправдания чистые сердцем Бога узрят то есть чтобы познать Бога и жить в нем необходимо очистить мысли чувства и саму жизнь таким очищением себя положим начало некоторому предсоборному взаимопониманию уяснению ошибок и отклонений от истины после такой подготовки возможен будет свободный от всякой лояльности и вмешательства чужеродных сил и их влияния всероссийский собор созванный в соответствии с церковными началами который будет судить об истории нашей церкви в прошедшие десятилетия и сможет начертать ее дальнейшую судьбу мы призываем всех чад православной церкви влиться в этот благодатный предсоборный процесс с глубоким сознанием своей немощи и греховности уповая на милость и помощь Божию цитата в смирении нашим помяну Господь Псалом 135 23 подписавшие это послание архиереи а именно митрополит Виталий архиепископ Антоний Лос-Анджелеский архиепископ Антоний западноевропейский архиепископ Антоний западноамериканский архиепископ Лавр архиепископ Алипий архиепископ Марк архиепископ Лазарь епископ Иоанн, епископ Вениамин, епископ Валентин, епископ Варнава, епископ Иларион, епископ Даниил и епископ Григорий. Мыслили сей предсоборный процесс как путь к истинному единству, а не внешнему объединению, достигаемому любой ценой. 2 по новому стилю 15 мая 1993 года вы и все архипастыри Русской Зарубежной Церкви в очередном соборном определении заявили, «В наше время, когда в Россию нахлынули всевозможные явления с Запада, от нравственного разврата до духовного, в виде сектантских ложеучений, надо слить воедино разный опыт всех частей Русской Православной Церкви. В откровенном обсуждении мы должны подготовить почву для свободного, подлинного и плодотворного Всероссийского Собора. Наша задача не может заключаться в осуждении ближнего, она в поиске путей к обновлению единой видимой Русской Православной Церкви». Подписали митрополит Виталий, архиепископ Антоний Лос-Анджелесский, архиепископ Антоний Западноамериканский, архиепископ Лавр, архиепископ Алипий, архиепископ Марк, епископ Пеларион, епископ Варнава, епископ Кирилл, епископ Митрофан и епископ Григорий. Не могу не привести отрывок из другого послания Архиерейского Собора. Цитата. В этом не может быть речи об объединении или подчинении нас Московской Патриархии, а пока мы терпеливо будем ждать возвращения Московской Патриархии на тысячелетний исторический путь Российской Церкви, с которого она, к сожалению, сошла. В честных собеседованиях, начинаемых без предрассудков и взаимных упреков, мы должны стремиться к пониманию и осуществлению предания наших отцов и подвига святых новомучеников и исповедников российских. Со всеми, кому дорога унаследованная нами православная сокровищница, мы готовы выяснить канонические и догматические вопросы, создавшие разрыв между разными частями Русской Церкви как единым целым. Целью таких собеседований не может являться компромисс между истиной и ложью. Незыблемый, краеугольный камень упования, сам Господь наш Иисус Христос, не может быть общения света со тьмою. Но все мы несем ответственность за нишвенный хитон Единой Русской Церкви, и только из этого чистого источника можем черпать силы для несения христианского подвига в современном мире. Мы радуемся тому, что в той же патриархии выявляются здоровые силы. Это священники, да и миряне, православно мыслящие и проповедующие истинное православие, несмотря на все препятствия. Мы желаем в плодотворном и критическом обсуждении сделать свой вклад в подготовительный процесс к свободному Всероссийскому Собору, о котором мы говорили уже в предыдущих наших соборных посланиях. Всюду выделено мною, протоиерей Виктор Потапов. Не громкими заявлениями, а кровопотливой и терпеливой, может быть, даже долгой работой, мы должны подготовить путь к Всероссийскому Собору, в котором могут участвовать только здоровые силы, обладающие способностью отличать истину от лжи. Тогда лишь с Божьей помощью он сможет послужить основой для восстановления на Руси истинного православия, исповедуемого всеми нами едиными устами и единым сердцем. Подписали. В каждом из этих посланий вы и все архипастыри зарубежной церкви последовательно развивали мысль о необходимости начать диалог с, цитата, плененной, еще цитата, несвободной частью русской церкви, то есть с московской патриархией. А нынешнее послание утверждает обратное. И тех, кто просто повторяет определение наших архиерейских соборов и называет московскую патриархию частью русской церкви, оно обвиняет в том, что они на грани ереси. Как это понять? И как понять столь болезненное отношение к встречам архиепископа Марка Германского с представителями московской патриархии, которые он проводил открыто и о которых докладывал на заседаниях архиерейских соборов и синодов? Ведь владыка Марк поступал согласно предписаниям архиерейских соборов. Ознакомившись с выше приведенными документами, уместно еще раз спросить Ваше Высокопреосвященство. Как понять Ваше послание, русская православная зарубежная церковь, ее современное положение? Является ли оно открытым разрывом с заявлениями соборов о том, что московская патриархия часть русской церкви и о желательности, цитата, слить воедино разный опыт всех частей русской православной церкви в откровенном обсуждении, подготовить почву для свободного подлинного и плодотворного Всероссийского собора, искать живого общения со всеми частями единой русской православной церкви, разрозненными в силу исторических обстоятельств. В честных собеседованиях, начинаемых без предрассудков и взаимных упреков, мы должны стремиться к пониманию, осуществлению преданий наших отцов, выяснить канонические и догматические вопросы, создавшие разрыв между разными частями русской церкви как единым целым. Далее ваше высокопреосвященство пишите, что, цитата, высшее правление московской патриархии есть просто безблагодатное государственное учреждение, а ее члены просто государственные чиновники в рядах. Это утверждение вашего послания тоже противоречит предыдущим высказываниям наших архиерейских соборов. Чиновники в рясах и благодать ничего общего между собой не имеют. Благодать Божия не настолько хрупка, чтобы исчезнуть от того, что чиновник надевает рясу. По известному учению святых отцов церкви, цитата, «благодать действует и через недостойных, так что мы освящаемся и через недостойных евреев». Блаженный Феофилакт Болгарский, цитата, «Богу всегда принадлежит благодать, Богу и таинство, а человеку, совершителю таинства, одно служение. Если он хорош, то согласуется с Богом, действует с Богом. Если плох, то через него совершает Бог видимую форму таинства, а Сам дарует невидимую благодать». «Не думайте, будто от нравов людей и бездействий зависят божественные таинства, а не святы от того, кому принадлежат». Блаженный Августин, цитата, «Бог действовал и через валов при кивоте, когда хотел спасти свой народ». 1 Царств, 6 глава, еще цитата, «Разве жизнь священника и добродетель его может совершить что-либо подобное? Дары Божии не таковы, чтобы они зависели от священнической добродетели. Все происходит от благодати. Дело священника – отверзать уста, а все совершает Бог. Священник же исполняет только видимые действия». Святитель Иоанн Златоуст. «Как можно отказать в благодати Церкви, в которую входят десятки миллионов верующих, чья единственная в кавычках вина в том, что им суждено было родиться в безбожной стране? Возможно ли отказать в благодати Церкви, состоящей из 123 епархий, верующие которых окормляются 148 архиереями, 15 тысячами священниками и 1700 диаконами, и куда входят 438 монастырей? Разве можно отказать в благодати Церкви, в которой Господь явил немало праведников, в частности таких, как святитель-исповедник Ермоген Голубев, преподобные Кукша, Лаврентии, многострадальная Матрона, старцы Серафим Тяпочкин, Таврион Баторский, Борис Талантов, архиепископ Лука Война-Исенецкий, митрополит Антоний Ставропольский Романовский, схиархимандрит Херувим, воспитанники старцев в Глинской пустыне, схиархимандриты Иоанн Маслов, Серафим Амелин, Серафим Романцев, Андроник Лукаш, схиархимандрит Серафим Магуза, схиекумен Епифаний, иеросхимонах Феодосий, многострадальная схимонахиня Макария Артемьева, иеросхимонах Самсон Сиверс, иеросхимонах Серафим Вывицкий и многие другие. Где же стяжали дары Святого Духа, который, как известно, дышит где хочет, Иоанна 3.8, эти выдающиеся подвижники благочестия, народные печальники и молитвенники нашего времени, которые с великим терпением и смирением перенесли страдания, тюрьмы, поношения. Наконец, где же черпал благодать архимандрит Филарет, будущий первосвятитель нашей русской зарубежной церкви, когда несколько лет служил в Московской патриархии в Китае и поминал Сергеянского патриарха Алексия I. Дерзнем ли мы сказать, что все таинства, совершенные им в этом периоде, были безблагодатны? Известен случай, когда собор нашей церкви принял серьезно ошибочное решение и затем поспешил его исправить и тем самым сохранил последовательность предыдущих постановлений соборов русской зарубежной церкви. Речь идет о постановлении об автономной благодати, принятом на соборе епископов в мае 1991 года, гласящем, что совершают благодатные таинства только те священники Московской патриархии, которые усердно выполняют свой пастерский долг и хорошо молятся. Этим собор поставил подлинность Евхаристии в зависимости от личного достоинства или недостоинства священника. Сколько недоумения вызвало это постановление во всем православном мире. За эту нашу церковь объявили в донатизме. Слава Богу, что оно было исправлено и своевременно отменено. Наверное, не лишним было бы вспомнить точное определение того, что такое благодать. По православным представлениям слово «благодать» имеет два главнейшие значения. Оно обозначает первое свойство Божие, которое в отличие от благости, простирающиеся на всех тварей, и любви, простирающиеся вообще на личные духовно разумные существа, проявляется в отношении к падшему человеку, выражаясь в прощении ему грехов и помилований, вообще в спасении. Второе. Силу Божию, которой совершается спасение человека. Старец Силуан Афонский пишет, цитата, «Когда душа полна любви Божией, то от безмерной радости скорбит и слезно молится за весь мир, чтобы все люди познали своего владыку и Отца Небесного, и не знает покоя, и не хочет она покоя, пока мест не насладятся все благодатью его любви». Конец цитаты. В рождественском послании 1986 года Ваше Высокопреосвященство выступили с такими поистине мудрыми словами, преисполненными архипастерской заботы о внутреннем благодатном единстве Церкви. Цитата. В данное время большинство поместных церквей потрясены во всем их организме страшным двойным ударом новостильного календаря и экуменизма. Однако и в таком их бедственном положении мы не дерзаем и упаси нас Господь от этого сказать, что они утратили Божию благодать. И вот теперь Вы сами пишете поистине страшные слова о безблагодатности и идете на разрыв с соборным разумом нашей Церкви. Некоторые священники уже перешли от слов к делу. Так. Во веренном мне южном благочине восточно-американской епархии есть один батюшка, который, ссылаясь на Ваше благословение, перекрещивает православных из России. Ко мне в большом смущении обратился ряд верующих его прихода в связи с тем, что он требует их перекрестить, прежде чем допустить ко святому причащению и другим таинствам. все они приняли крещение в России посредством обревания. Среди них есть одна семья, которая при прежнем настоятеле несколько лет причащалась в этом приходе. В одном случае на этом основании не допускается к чаше набожная беременная женщина, которая годами приобщалась к святых христовых тайн. Ее муж в отчаянии не раз обращался ко мне за помощью, понимая, как важно его жене приобщить Божьей благодати их будущее чадо. Я сообщил об этом в Синод. Однако этот священник продолжает упорствовать, ссылаясь на мнение вашего Высокопреосвященства. Насколько мне ведомо, наша Церковь всегда принимала верующих из России только через исповедь. Наше священно-начале не перерукополагает священнослужителей из Московской Патриархии, а принимает их в сущем сане. Это явствует, например, из положения о приходах Свободной Российской Православной Церкви, принятого Архиерейским Собором нашей Церкви в мае 1990 года. Там мы не встречаем ни слова о надобности перерукополагать священнослужителей или перекрещивать мирян, переходящих к нам из Московской Патриархии. В этом отношении мы свято следовали 68-му апостольскому правилу. Аще кто епископ или пресвитер или диакон приемлет от кого-либо второе рукоположение, да будет извержен от священного сана и он, и рукоположивый. Разве Аще достоверно известно будет, что от еретиков имеет рукоположение? Ибо крещенным или рукоположенным от таковых неверными ни служителями Церкви быть и невозможно. Спору нет. Крестить надо правильно, полным погружением. Но ведь лет 10 и более назад такой возможности в многострадальной России практически не было. за редкими исключениями. Подавляющее большинство россиян были крещены тайно, скрываясь от безбожной власти. С 1917 года по нашей дне в России царил чрезвычайный период страшных гонений на Церковь. И просто невозможно было во всей полноте осуществлять форму таинств. И поэтому действовал принцип экономии. В настоящее время ситуация в России нормализуется и многие в московской патриархии настаивают на правильном совершении крещения. Существует даже патриаршее постановление, чтобы новые храмы непременно строить с баптистериями. Вспомните, дорогой владыка, как на архиерейском соборе 1994 года в Леснинском монастыре во Франции наши архипастыри подняли вопрос об одном нашем протеерее Зелоте и осудили его практику перекрещивания православных переходящих в его общину в Москве из московской патриархии и на этом основании его отозвали. Между прочим, и в нашей зарубежной церкви немало наших прихожан и даже священнослужителей были в свое время крещены через обливание и никому сейчас не придет в голову их перекрещивать. Настоятельно прошу ваше высокопреисвященство на предстоящем в мае архиерейском соборе запретить эту практику перекрещивания и подтвердить предыдущие постановления соборов. Необходимо нам придерживаться единой литургической практики и не допускать нездоровую двойственность, самочиние, ревность не по разуму и акривию. Это только смущает малых сих. Далее в послании вы указываете на то, что цитата праведник сербский Иустин Попович говорил и писал, что два последних сербских патриарха беззаконно избраны на эту высочайшую степень священнослужения коммунистической партии. То мы смело можем сказать, что четыре последних патриарха московской патриархии избраны коммунистическим государством. Вы приводите третье правило Седьмого Вселенского Собора Никейского. Цитата Всякое избрание епископа или пресс-фитера или диакона, делаемое мирскими начальниками, да будет недействительно по правилу Тридцатому апостольскому, которое глаголит «Аще который епископ». Мирских начальников употребив, через них получит епископскую в церкви власть, да будет извержен и отлучен и все сообщающиеся с ним. Следует отметить общеизвестный прискорбный факт. На протяжении почти всей христианской истории мирские начальники вмешивались в церковные дела. Это происходило и в период Византийской империи, и в пору атаманского владычества, «Да и у нас на Святой Руси государево око оберпрокуроры, нередко масоны и безбожники изрядно вмешивались в церковную жизнь». Поучителен в этом отношении пример оберпрокурора Мелиссина, который в 1767 году внес предложение «В рассуждении Священного Писания ослабить и сократить посты, очистить церковь от суеверий и притворных чудес и суеверия касательно мощей и икон. Для разбора этого дела составить особую комиссию из разных неослепленных предрассудками особ, нечто убавить из продолжительных церковных обрядов, цитата, для избежания в молитве языческого многоглаголания, еще цитата, отменить множество в поздние времена сочиненных стихир, канонов, тропарей и прочее, отменить многие излишние праздничные дни вместо вечерних и всеночных назначать краткие моления с полезными поучениями народу, епископам по предписанию апостола, цитата, с законными женами сожития иметь, разрешить духовенству ношения более приличного платья, совершенно отменить обычаи поминовения усопших, воспрещать причащение младенцев до десятилетнего возраста, конец цитаты, церковь была избавлена от этих катастрофических реформ войной с Турцией и увольнением Мелиссина, однако на его место был назначен бригадир П.П. Чебышев, который, по словам Карташова, цитата, резкостью своего вальномыслия даже превосходил Мелиссина. Про него известно, что он не стеснялся открыто при толпе народа, разговаривая с кем-то, афишировать свой атеизм. «Да никакого Бога нет!» укрик кивал Чебышев. Члены Синода Духовная Коллегия были обязаны приносить такую оскорбительную присягу в верности антиканоническому возглавлению церковной власти светским монархам. Цитата. «Исповедуя склятвою Крайнего Судью Духовной Сей Коллегии Быти самого Всероссийского Монарха, Государя нашего Всемилостившего». Российские архиереи, конечно, прекрасно понимали, что «Крайним Судьей может быть только один Господь». И тем не менее они почти 200 лет послушно приносили эту клятву. Кроме митрополита Арсения Мацевича до 1901 года, когда государь император Николай II ее отменил. Означает ли это, что мы должны не признать хиротонии всех священнослужителей ставленников светской власти и вычеркнуть их из истории? Несмотря на грубое 200-летнее вмешательство императорской власти во внутренние дела церкви она оставалась святой и благодатной. Совершенно прав великий праведник сербской церкви архиепископ Иустин Попович, что указывал на это. Его критика звучит особенно убедительно ввиду того, что исходит из самой многострадальной сербской церкви. И несмотря на то, что он не порывал со своей церкви и продолжал поминать за божественной литургией своих патриархов, это не помешало ему достигнуть удивительных высот духовной жизни. Десять лет назад, когда московская патриархия находилась под жестким контролем идеологического отдела ЦК КПСС и КГБ СССР, вы и наш собор высказали замечательные слова, которые радуют сердце каждого православного христианина. Русская церковь сегодня это прежде всего необъятное море верующих нашей страны, скорбящих и гонимых Христа ради и правды его, пастырей, ушедших в катакомбы своих сердец отцов и матерей молитвами спасающих чад своих от безбожия и неверия. Детей исповедников всех внемощи сильных, которых недостоин современный мир. Это они и мы любящие их увы за пределами Отечества являемся русской церковью над которой сияет слава Господня в тысячелетний юбилей ее бытия. Конец цитаты. Через десять лет, когда идеологический отдел упразднен и московская патриархия приобрела в значительной мере независимость, мы отказываем ей в благодати и ограничиваем всю цитата русскую церковь сегодня это необъятное море верующих нашей страны группой цитата чиновников в рясах. Но ведь канон седьмого вселенского собора, на который вы ссылаетесь, был принят до 1988 года. Вы упоминаете борьбу белого движения со злом безбожного коммунизма и исход русской эмиграции цитата с этим великим исходом покинула Россию глаз святой Руси и называете свое послание глазом заграничной святой Руси. Наверное, лучше было бы сказать, что покинула Россию лишь малая часть глаза святой Руси, так как на родине остались святейший патриарх Тихон, митрополиты Вениамин, Петр, Кирилл, Иосиф, Агафангел и другие архипастыри и пастыри. Сон новомучеников и исповедников российских. Не лишне вспомнить отношения новомученика митрополита Казанского и Свияжского Кирилла, первого из мест облюстителей по завещательному распоряжению святейшего патриарха Тихона. В его распоряжении Казанской епархии, копию которого он послал митрополиту Сергию Стогородскому, Владыка Кирилл в частности пишет, цитата, «Воздержанием с моей стороны от общения с митрополитом Сергием Протеория, это замечание Протеория Виктора Потапова, ничуть не утверждается и заподозривается якобы безблагодатность совершаемых сергианами священнодействий и таинств. Да сохранит всех нас Господь от такого помышления. Но только подчеркивается нежелание и отказ участвовать в чужих грехах. Посему литургисать с митрополитом Сергием и единомышленными ему архипастерями я не стану. Но в случае смертной опасности со спокойной совестью приму еле освящение и последнее напутствие от священника Сергиева поставления или подчиняющегося учрежденному им синоду, если не окажется в наличии священника разделяющего мое отношение к митрополиту Сергию и так называемому временному патриаршему синоду. Подобным образом, находясь в местности, где храмы подчиняются так называемому всемирному патриаршему синоду, я не пойду в них молиться за общим богослужением, но совершить в одном из них литургию в одиночку или с участием единомышленных мне клириков и верующих, если бы таковые оказались в наличии, признаю возможным без предварительного освящения храма. Также, по моему мнению, может поступить и каждый священнослужитель, разделяющий мое отношение к митрополиту Сергию и учрежденному им синоду. Что касается мирян, то участвовать деятельно в церковно-приходской жизни приходов, возносящих имя митрополита Сергия за храмовым богослужением в качестве возглавляющего иерархию архипастыря по совести не следует. Но само по себе такое возношение имени митрополита Сергия не может возлагаться на ответственность мирян и не должно служить для них препятствием посещению богослужения и принятию святых даров в храмах подчиняющихся митрополиту Сергию, если в данной местности нет православного храма, хранящего неповрежденным свое каноническое отношение к местоблюстителю патриаршего престола. Молиться же о митрополите Сергии наряду с остальными архипастырями и вообще православными христианами запись поминовения на проскомедии молебни и тому подобное не является грехом. Это долг всех православных христиан, пока общецерковное рассуждение не объявит учиненное митрополитом Сергием злоупотребление доверенное ему церковной властью грехом к смерти. Евангелие от Матфея 18 глава 15-17 1 Иоанна 5 глава 16 стих Акты священнейшего патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей церковной власти власти Акты святейшего патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей церковной власти 1917-1943 годов Москва 1994 год страница 639-640 Вот как взвешено высказывался сей великий святитель будучи узником в аду советского архипелага ГУЛАГа Ваше Высокопреосвященство Я внимательно проштудировал Ваше послание и пришел к печальному выводу что на его страницах ни разу не встречаются почти обязательные в писаниях иерарха слова любовь покаяние сострадание вместо этого бросается в глаза стремление к самоутверждению и самооправданию Вы утверждаете что наша зарубежная церковь ищет свободу и только в ней в свободе только и нуждается но без любви покаяния и прощения свобода превращается в рабство ибо по слову апостола Павла если мы всем пожертвуем даже жизнью во имя любой ценности но не украсим ее любовью нет нам в этой никакой пользы и мы станем медью звенящей и кимвалом звучащим 1 коринфянам 13 1 3 почти все вышеуказанные соборные послания были приняты во имя вашего первосвятительского правления и были вами подписаны почти все вышеуказанные соборные послания были приняты во время вашего первосвятительского правления и были вами подписаны что же с 1994 года произошло такое что заставило вас выступить со столь резким заявлением против безупречных решений наших соборов начать диалог по вопросу о единстве русской церкви насколько я могу судить в церкви на родине происходят заметные сдвиги к лучшему все громче звучат голоса даже среди епископата против всеереси экуменизма пусть медленно и пока без покаяния за страшный грех клеветы и лжесвидетельства на них но все же причисляются к лику святых новомученики и исповедники российские принято и оглашено потрясающее покаянное синодальное послание по поводу убийства царской семьи прославление которой принципиально одобрено к сожалению по сей день московская патриархия коснеет в сергианстве но именно для того чтобы разрешить сей вопрос необходимо развить и углубить диалог между сторонами чтобы окончательно отвергнуть сергианство примечательно что выше приведенное письмо митрополита Кирилла и документы других новомучеников и исповедников российских в том числе послания соловецких исповедников опубликованы в официальном издательстве московской патриархии это тоже свидетельствует об определенном положительном сдвиге в церковном сознании в продолжение семи месяцев господь по своей неизреченной милости послал для нашего вразумления три потрясающих знамения первое потеря свято-троицкого монастыря в хевроне носит ярко выраженный мистический характер устроив по повелению епископа Варнавы осаду чтобы не допустить туда московского патриарха тот же епископ Варнава распорядился отменить служение в духов день божественной литургии за всю историю нашего хранения этой святыни это страшное упущение случилось впервые при игумене Игнатии литургия совершалась ежедневно второе сокрытие великой святыни иверской мироточивой иконы Божьей Матери после ровно 15 лет великого чуда и мученическая смерть ее верного хранителя и избранника Божьей Матери Иосифа Муниаса Кортеса Третье знамение гибель нашего собора в Монреале 25 января в день памяти трех чудотворных афонских икон Богоматери попская вразумившая экклесиарха и не сгоревшая во время пожара такова страшная реальность над которой мы не хотим задуматься и сделать для себя нужный вывод пора называть вещи своими именами Господь вразумляет нас Святой Дух дышит где хочет Иоанна 3.8 а мы грешники дерзаем рассуждать о том где есть божественная благодать а где ее нет хотим заключить проявление Духа Божия в наши человеческие рамки жутко сколько должны мы потерять монастырей сколько пережить мученических смертей и сокрытия святынь сколько храмов должны сгореть чтобы мы наконец открыли глаза поняли и покаялись в собственной жестоковыйности между прочим вот что по этому поводу говорил умученный избранник Божией Матери Иосиф Муньос Корпес цитата несомненно эта икона появилась в нашей зарубежной церкви не потому что Господь особенно доволен именно нами но ради крови российских новомучеников к сожалению мне часто кажется что говоря о покаянии русского народа мы отделяем оставшихся в России от тех кто живет за ее пределами как будто каяться должны лишь они а у нас все в порядке поступая подобным образом мы разрушаем свое духовное единство с ними достойно сожалению и то что многие совершенно неправильно понимают смысл появления чудотворной иконы в русской зарубежной церкви они считают будто она явилась дабы показать московскому патриархату что господь здесь с нами нет икона появилась в свободной стране чтобы весь мир мог узнать об этом чуде вот как объяснила мне его одна весьма благочестивая девушка цитата жены жены мироносицы пришли помазать тело Христова до его воскресения подобно им Матерь Божия помазывает сегодня русский народ предваряя воскресение России я сам неоднократно слышал подобные высказывания Иисус убиенного Иосифа расколы вызывают глубокую душевную боль особенно при воспоминании первосвященнической молитвы Спасителя произнесенной накануне его страданий один из центральных моментов этой молитвы прошение о единстве да будут все едино как ты отче во мне и я в тебе так и они да будут в нас едино да уверует мир что ты послал меня Евангелие от Иоанна 17.21 это молитва Спасителя о его Церкви расколы же усугубляют агонию божественного страдальца и радуют только врага нашего спасения по мысли святого Иоанна Златоуста церковные расколы не меньше зло чем ереси ничто так не оскорбляет Бога как разделение в Церкви хотя бы мы совершили тысячу добрых дел подвергаемся осуждению не меньше тех которые терзали тело его если будем расторгать тело Церкви поэтому то и мы говорим все это обо всем этом напоминаем чтобы вам уже нельзя было сказать в этот последний день никто нам не говорил никто никто не объяснил мы этого не знали и вовсе не считали грехом и так я говорю и свидетельствую что производить разделение в Церкви не меньше зло как впадать в ереси так как каждый из вас имеет возраст и даст отчет своих поступках то я прошу вас о том чтобы вы все слагая на нас не считали невинными самих себя и таким образом в обольщении не повредили напрасно сами себе горько все это пометуя о том предсоборном процессе к которому неизменно призывали архиереи русской зарубежной церкви мы обязаны усилить нашу духовную брань со злом изгнать его из нашей собственной жизни чтобы всерьез начать переговоры по столь желанному воссоединению всех частей русской православной церкви каждый день верующими как московская патриархии так и зарубежной церкви произносятся слова замечательной утренней молитвы и в первых помяни церковь твою святую соборную апостольскую южа снабдил еси честную твоей кровью и утверди и укрепи и расшири умножи умири и непреоборимому адами враты вовеки сохрани раздирания церквей утиши шатания языческие угаси и ереси возрастания скоро разори искорени и вничтожи силою святого твоего духа обрати дал бы господь чтобы слова этой молитвы отозвались в наших душах и всей своей правдой вошли бы в нашу жизнь и принесли плоды достойные покаяния лука 3 8 которые долготерпеливый и многомилостивый господь от нас ждет еще в 1974 году Александр Исаевич Солженицын обратился к третьему всесорубежному собору с такими словами цитата я не вижу других здоровых путей для всего живого для нации для обществ для всех людских соединений и уж конечно тем более для церквей по самой их природе других путей нежели признания своих а не чужих грехов и ошибок покаяния в них движения и развития путем ограничения прежде всего самих себя этот выход универсален и нет оснований предлагать что-либо другое для русской православной церкви свободной или плененной за рубежом или на родине грехи столетий и десятилетий на всех нас ни у какого церковного течения церковной организации нет чистоты от них все мы есть Россия и все мы сделали ее такой какова она сегодня загадочным образом всякое стояние чтобы удержать свои позиции неискаженными должно развиваться во времени и чуткое развитие взглядов оценок практических решений ваших соборов поместных и архиерейских могло бы вероятно сделать вашу деятельность много эффективнее и помочь насущнее общему возрождению русской церкви мы члены единой русской церкви и все без исключения несем ответственное за то страшное безумие античеловеческого безбожия и его последствий которое более семидесятилетий царило на нашей несчастной родине не могу не привести еще один отрывок из подписанного вами юбилейного послания цитата мы все чадо русской церкви будем же уклоняться от соблазнов явного и тайного зла воюющего на нас будем уклоняться от гнева осуждения распри и разделений да будем по слову апостола цитата в одном духе и в одних мыслях 1 коринфянам 1.10 об этом молимся мы пастыри на архиерейском соборе юбилейного года понимая всю ответственность за церковь молимся о полном нашем единомыслии в котором заключается сила и правда церкви вот к чему вы и другие архипасты призывали нас чья русская православная церковь за границей в 1988 году учите же нас этому и теперь следует посвятить все наши силы и сделать все в наших возможностях чтобы покончить с расколом в церкви как христиане и чадо великой русской церкви мы не можем любить то состояние разобщенности в котором ныне пребываем не смеем к нему привыкать и по слову апостола Павла обязаны переживать его как острую боль в теле Христова цитата дабы не было разделения в теле а все члены одинаково заботились друг о друге посему страдает ли один член страдают с ним все члены славится ли один член с ним радуются все члены 1 Коринфянам 12 25 26 никто не утверждает что сей воистину прямой божий царский путь к объединению русской церкви будет легким главное чтобы тот созидательный предсоборный процесс которому ваше высокопреосвященство и другие архипастыри нашей церкви в свое время призывали продолжал развиваться только цитата смиренной молитвой покаянием и братской любовью ко всем падшим разделенная на части русская церковь снова станет единой во исполнение повеления апостола чтобы еще до грядущего суда божьего все бы соединились вокруг единой чаши христовой со словами Христос посреди нас и есть и будет и спрашивая ваших первосвятительских молитв с надеждой остаюсь вашего высокопреосвященнейшего недостойный послушник протоиерей Виктор Потапов Далее адрес идет Светлый вторник это от 8 по новому стилю 21 апреля 1998 год Светлый вторник послание к евреям 6 1 посему оставив начатки учения Христова поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога 3 царств 22 20 и сказал Господь кто склонил бы Ахава чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском и один говорил так другой говорил иначе филиппийцам 3 15 итак кто из нас совершен так должен мыслить если же вы о чем иначе мыслите то и это Бог вам откроет я долго размышлял и долго был в сомнении что если на земле от высоты смотрения или по слепоте безряду все течет и промыслу с небес во всей вселенной нет однако посмотрев светил небесных стройность земли морей и рек доброту и пристойность примену дней ночей явления луны признал что божеской мы силой созданы Михаил Лерм Ломоносов 1761 год Михаил Васильевич Ломоносов 1761 год благодарю субтитры